приветствую всех любителей вязания крючком и добро пожаловать на урок по вязанию ручки для сумки меня зовут Павло Шина Наталья и я с удовольствием поделюсь с вами простым и интересным способом создания вот такой стильной ручки вязать будем в технике двойное полотно столбиками без накида это очень интересный способ вязания он позволит нам выбрать например вязать двумя цветами добавить какой-то рисунок на одну из сторон либо добавить рисунки на обе стороны ну или как в моем случае связать ручку однотонную но двойную еще хочу обратить ваше внимание на край полотна посмотрите красиво оформленная кромка очень важно для вязания ручки у нас получается и красивое плотное полотно и хорошо оформленных края вязания ну что давайте приступим начинаем как обычно с цепочки из воздушных петелек я наберу 10 2 3 4 10 петелек петельку подъем и следующий ряд вяжу столбиками без накида 10 столбиков без накида 1 2 3 10 столбиков разворачиваю вязание и следующий ряд я буду вязать не делая воздушную петельку подъема и не буду начинать с этого же столбика а сразу начинаю вязать со следующего столбика со второго то есть вот он мы закончили вязание последний столбик разворачиваю вязание и завожу крючок за дальнюю дужку 2 столбика и завожу крючок также то есть за дальнюю дужку и за свободную дужку воздушной петельки снизу я завожу крючок сюда провязываю столбик без накида следующий завожу крючок смотрите завожу крючок за дальнюю дужку и за нижнюю дужку в воздушной петельки захватываю нить провязываю столбик без накида следующий завожу крючок за дальнюю дужку и за нижнюю свободную дужку столбик без накида сюда и сюда провязываю столбик без накида до конца ряда таким образом вяжем столбики довязала до последнего столбика последний столбик также провязываю за дальнюю дужку и за нижнюю свободную дужку воздушной петельки провязываю столбик и последний 10 столбик я провязываю вот за вот эти две долечки это воздушная петелька подъема у нас была я последний столбик 10 провязываю за петельку подъема то есть завожу крючок сразу за обе дужки этой петельки получается у нас кромочная разворачиваю вязание и следующий ряд я начинаю также пропускаю вот столбик из которого у меня вышла петелька я не делаю петлю подъема а сразу же завожу крючок в следующий столбик и и также завожу за нижнюю свободную дольку одна долька со столбика без накида и вторая долька идет с нижнего столбика конец ряда последний столбик последняя душка и внизу последний и теперь я завожу крючок вот здесь в 2 по 2 дольки вторая петелька вот такие кромочные за них завожу в них завожу крючок вытягиваю нить и провязываю столбик без накида разворачиваю вязание обратно это будет вот получится вот такие красивые переходы с одного ряда на другой закончили ряд разворачиваю вязание завожу крючок за заднюю дольку столбика я опять не завожу крючок в первый столбик а в следующий начинаю вязать со следующего столбика и также захватываю свободную дужку нижнего столбика я столбиками без накида задняя долька и свободная долька нижнего столбика задняя только свободная долька нижнего столбика Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Столбик готов... Разворачиваю вязание... Снова завожу крючок в следующий столбик... Завожу крючок в следующий столбик... И провязываю за нижний столбик... Свободную петельку нижнего столбика... Все просто... До конца ряда довязываем... Задняя долька... Свободную дольку... И последний столбик... За две петельки... Кромочные... Кромочка... Раз... Но это же был столбик провязан... Разворачиваю... 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 Продолжение следует... 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 Вот и получается, что можно вязать с одной стороны рисунок, с другой стороны у вас будет просто однотонное полотно. Теперь я закладываю этот цвет сюда и провязываю последний столбик уже с рабочей нитью розового цвета. Думаю, понятно, что теперь с одной стороны у меня розовый цвет, с другой стороны цвет, который мы начали вязать в одном. Продолжение следует... Продолжение следует... Подтяну немножко ниточку. Теперь я розовый цвет укладываю между столбиками и буду вязать первым цветом. Таким образом будет с одной стороны один цвет, с другой стороны другой.